В Кирове 13 часов и 5 минут 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 В будущем мы с вами еще справим юбилейные даты В Кирове 13 часов и 5 минут 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 В этом году иногородние участники будут? Да-да, это все российские конкурсы. Получается, что и на выставку могут заявить экспонаты тоже из других регионов? Конечно, они уже заявились. И уже есть отклик. А есть какие-нибудь, возможно, животные, которые в Кировской области не водятся, а на выставке можно будет? Обязательно, обязательно будут. Даже есть представители африканской фауны. Я думаю, смогут посмотреть все желающие на выставке и эти экспонаты. А, кстати, вообще на биологическом факультете обучают обращению с трофеями? Конечно. Как, собственно, сделать из этого? У нас есть токсидермист Манылов Алексей Андреевич. Андрей Алексеевич, прошу прощения. И у него также есть курсы по токсидермическому мастерству. И он показывает, как в рамках обучающего процесса студентам, так и при наборе необходимых групп может показать, как это делается, как создаются вот эти искусственные трофеи, этим можно заниматься. У него есть свои ученики, последователи. Кстати, обучаются не только студенты, но и население в целом. То есть если у кого-то есть желание обучиться этому искусству, это действительно искусство, то вы можете обратиться в наш университет. Простите уже за рекламу. Ну, почему бы нет, да, кто-то, если человек, ну, не знаю, там, в разный период своей жизни может увлечься именно охотой, да, и вот почему бы уже там, будучи в возрасте, да, не прийти и не обучиться этим навыкам. А мероприятия, в которых будет принимать участие именно профессиональное сообщество, что это будут... Что за вопросы, да, хотите вы обсудить? Ведь мы знаем, проблематика достаточно широкая, да, которая присутствует в сфере вашей деятельности. Ну, хотя бы какие-то вот основные черты обозначить. Так, но основные, это, конечно, пройдет у нас конференция, значит, с международным участием. Это современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства России и ближнего зарубежья. В рамках этой работы запланирована работа нескольких секций и круглых столов. Значит, секции традиционно биология, экология, охотничье собаководство, дичи разведения, правовые вопросы. А круглые столы уже будут посвящены наиболее, скажем так, острым и наболевшим вопросам. Это, во-первых, обеспечение кадрами охотхозяйственной отрасли, состояние перспективы развития охотничьего хозяйства Российской Федерации и практически опыт вольерного содержания. Потому что сейчас все больше и больше охотничьих хозяйств стремятся к созданию собственных вольерных комплексов, используют их даже не столько для цели охоты, а сколько для туризма и привлечения, для знакомства с природой, для такого паркового ведения охотничьего хозяйства. Это очень интересно. Вот вообще экологический туризм, да? Будет ли какая-то отдельная секция на фестивале, посвященная ему? Как обстоят дела с этим в Кировской области? Насколько это вообще, ну, я не знаю, там узаконено, да, сфера? Потому что все равно это уже очень много тонкостей. Запланировано проведение такой секции. Причем нам сами хотоведы, да, и руководители охотничьего хозяйства посоветовали привлечь еще и руководителей лесных хозяйств. И в том числе и управление лесного дела нашего региона, на министерство леса нашего региона, по проблеме как раз обустройства вот таких угодий. Потому что это общие вопросы, которые необходимо решать, включая строительство туристических домиков. И здесь могли бы лесники-то, в общем-то, и подзаработать, и наш регион получить некую, да, денежку. Безусловно, если будет поток, да, людской, значит, будут, собственно, и дополнительные финансовые обновления. Тем более вот сейчас даже, я знаю, объявлен конкурс по домостроению без фундамента, да, из лесных, в общем-то, ресурсов. Вот поэтому эта тема будет звучать, и звучать будет именно в контексте развития экологического туризма, а охот-туризм является частью экологического туризма, в том числе и в нашем регионе, да. Вот еще одна проблема, которую Мария обозначила, это привлечение кадров, да, в отрасль, как можно больше, чтобы охотоведов было, специалистов по природе. Я так понимаю, что это не только проблема нашего региона, да? Конечно, да. Она вас объединяет со слезами на глазах, да, наверное, зачастую. Если раньше все-таки мы выпускали намного больше специалистов, сейчас, к сожалению, у нас поток абитуриентов по этому направлению снизился, но мы всячески пытаемся привлечь и поднять эту планочку. Поэтому появилось очень много дополнительных образовательных учреждений, которые предлагают услуги по образованию в этом направлении, но, к сожалению, не имеют той материальной базы, того опыта, и того профессорско-преподавательского состава, чтобы именно выпускать квалифицированные кадры. И нам даже звонят из управления других регионов и говорят, где нам взять именно квалифицированные кадры, да, для того, чтобы мы могли вести работу вот на уровне, а не просто там, а бы как. Действительно, проблема есть. Звонят их от пользователей. А в чем, собственно, истоки-то заключаются? В том, что цивилизация и технический прогресс нас побеждают, да? Все меньше и меньше мы обращаем внимание на природу. Наверное, отчасти, да, пропадают деревни, которые были основным, наверное, источником поступающих. Все зарождается с детства. То есть, когда есть отец, когда есть дед, который показывает эти традиции, берет ребенка с собой на охоту, внукам прививает эту любовь к природе, конечно, это все идет оттуда. К нам ребята, которые сейчас у нас обучаются, они болеют душой, они любят природу, они идут, они вот целеустремленные, и они пришли, каждый на своем месте. И вот таких сейчас немного, к сожалению. Вот мы пытаемся всячески привлекать, работаем и со школьниками, проводим профориентационную работу. Работа интересная, потому что это не только охотничья отрасль, это и охрана природы, это и заповедники, национальные парки, и восстановление редких исчезающих животных. Это и морские и млекопитающие. То есть спектр видов, с которыми можно работать, он очень широк. И работа эта интересная, это, можно сказать, такие люди, которые духовно развиты, своего рода поэты, романтики. Да, это вот именно эта сфера. На приезд гостей какого уровня, Елена Сергеевна, вы рассчитываете? Приглашение, я так думаю, вы уже активно рассылаете, да? Ну, первое, конечно же, мы задействуем профильные министерства, Министерство природных ресурсов, вот, экологии Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства, вот, Министерство экономики Российской Федерации. Далее, конечно же, мы обратили свои взоры на наших депутатов, потому что и в нашем регионе депутаты Государственной Думы, вот, это и Валенчук, да, и Мария Валерьевна Бутина, вот, они интересуются этим направлением, и, я уверена, по возможности примут участие. Ну, по крайней мере, предварительные у нас уже были согласования. Аналогичная работа ведется с нашими сенаторами, вот, в Совете Федерации, причем по двум вот этим структурам, да, Госдума и Совета Федерации мы направили приглашение в адрес не только наших региональных сенаторов и депутатов, да, но в адрес депутатов, которые в целом курируют направление, да, по охотоведению, вот, по экологическому туризму, и, как бы, сейчас ведем переговоры с ними. Вот, ну, с позиции профессионального сообщества ведутся переговоры с вузами, где реализуются программы по охотоведению, вот, и с научно-исследовательскими институтами, и с экспертным сообществом, чтобы они приехали. И, конечно, мы их приглашаем с семьями, поскольку я еще раз напоминаю, что кроме вот этой профессиональной части все-таки планируется еще и такая праздничная, да, ярмарочно-праздничная часть 1 июля, где мы надеемся, где мы надеемся уже будут семьи, дети и так далее. Можно я еще немного про профессиональную часть поговорю, вот, с учетом статуса гостей, да, которых мы планируем к этому привлечь, вот, возможно, есть, Елена Сергеевна, какие-то важные вопросы, которые вам бы под шумок, скажем так, да, хотелось бы пролоббировать, решить, то есть, что, какой-то круг вопросов, в котором вот есть необходимость, скажем так, чтобы решения были на самом высоком уровне приняты? Конечно, есть. Прежде всего, проблема подготовки кадров, вернее, даже материально-технического обеспечения, потому что, к сожалению, вот вузы, у которых сейчас сохранилось это направление, не все владеют своими охотхозяйствами, не все далеко, вот, а те, которые владеют, вот, в частности, мы, да, у нас 30 тысяч гектар леса, которые нужно содержать, нужно обустраивать, нужно обустраивать и домики, кордоны, где живут дети, когда проходит практика, вот. Дети – это студенты. Дети – это студенты, да, для меня они дети, вот. Поэтому, да, денежных средств на это, к сожалению, практически не выделяется, вот, а это значительные средства, и, конечно, хотелось бы привлечь внимание и со стороны правительства Российской Федерации, и министерства, курирующих министерств, поскольку, вот, мы подчиняемся Министерству сельского хозяйства, да, а охотоведение, как таково, находится в Министерстве природных ресурсов. И Министерство природных ресурсов не имеет возможности финансировать наш вуз, оперирует тем, что вы не наши подведомственные, да, учреждения. Вот, а Министерство сельского хозяйства, скажем так, меньше обращает на это внимание, потому что, опять-таки, это не является профильным направлением. И вот этот парадокс-то, да, он и, скажем так, осложняет вот ресурсное обеспечение подготовки кадров. Поэтому это первый вопрос, который хотелось бы озвучить. Вот, второй вопрос касается развития вообще в целом охот-туризма в стране. Это проблемы всех регионов, когда, скажем так, долгое время охот-хозяйства находились в такой теневой зоне, а они не развивались с точки зрения туризма, либо осуществляли эту деятельность, но, скажем так, в таком скрытом, закрытом режиме, да, вот, и не находили интереса тогда у государства, к сожалению. Вот, я думаю, это основные вопросы, которые могли бы быть озвучены. Может быть, Марина Николаевна с точки зрения профессиональной еще дополнит? Ну, наверное, еще вопрос доступности вот этих угодий, он тоже стоит остро, особенно если мы говорим об удаленных районах, в той же, например, Кировской области. Добраться порой, да, как туда добраться, тем более наш регион, он богат и общедоступными охотничьими угодьями, которые дают возможность охотиться всем желающим, но порой до туда просто, ну, сложно доехать, добраться до этих самых дальних уголков, и, к сожалению, отсюда страдает и управление этими угодьями, да, потому что сами же инспектора, испытывая проблемы с транспортом, с логистикой, не имеют возможности полностью контролировать эти угодья. Это проблема не только нашего региона, как повторюсь, особенно острые страдают более северные регионы, Ямал-Ленецкий автономный округ, да, Таймыр, то есть там вообще огромные территории, на которые только один, например, инспектор, и просто не имеет возможности полностью курировать эту территорию и обследовать. У нас времени остается не так много, буквально пять минут, давайте поговорим все-таки об этом ярком, веселом дне 1 июля, да, когда все абсолютно желающие смогут посетить фестиваль «Вятские охотники рубак», там очень интересная программа, мастер-классы, конкурсы, аниматоры, мастер-классы в том числе по приготовлению блюд из дичи и так далее, и так далее, и тому подобное. В общем, это такая праздничная по-настоящему должна быть атмосфера. Несколько слов. Вера, да, пожалуйста. Да, да. Мастер-классы пройдут на различную тематику, связанную с охотой. Приедут охотники соседних регионов, охотхозяйства, которые покажут, чем они богаты, приобщат детей к своему миру охоты. Также будет у нас выставка охотничьих собак пройдет региональная. Будут представлены различные породы, лайки, легавые, гончие. Очень интересно будет посмотреть, я думаю, не только детям, но и взрослым. Будет организована детская площадка развлекательная с батутами, аниматорами. Это мы напомним площадку в чистых прудах. Это площадка в чистых прудах. Также будут мастер-классы по приготовлению блюд из дичи, по приготовлению вятской ухи. Вятская уха? Это обычная уха или с какими-то нюансами нашими дополнительными? Возможно. Из рыбы, наверное, из какой-то из нашей. Я думаю, мы не будем сейчас раскрывать все секреты. Тем более, что вот эту часть, мастер-класс по приготовлению из дичи, берет на себя очень известный охотовед, эксперт, наш выпускник. Кузенков Валерий Петрович. Специалист, в общем, в этих делах. А будет, возможно, там какие-то, ну вот кроме мастер-классов, какие-то уличные кухни, да, чтобы люди могли там что-то купить, попробовать? Первое – дегустация. Второе, конечно же, будут предоставлены торговые площадки по продукции, которая изготовлена из дичи, в том числе фермерской продукции. Вот. Это и сувениры изготовлены, из пушнины, из, скажем так, ну, из продукции охоты, да. А то есть, ну, что-то можно будет прям унести в качестве… Да, 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 приобрести. Что значит унести? Ну, приобрести. А можно будет что-то сделать своими руками. И тоже, да, действительно тогда уже унести. А вот выставка охотничьих собак, сколько, сколько, кого можно будет увидеть? Ожидается около 150 собак. Это пройдет действительно выставка, ежегодная выставка, она проходит в первую субботу июля. И как раз у нас очень удачно совпало проведение этой выставки на нашем фестивале. Поэтому здесь вот именно то сообщество соберется, и все желающие могут посмотреть, познакомиться с этой культурой, вот с этим собаководством, охотничьим собаководством, посмотреть очень интересные породы. А они что-то демонстрировать будут еще собаки? Да, у них там будут турниры, ринги, то есть у них все по правилам будет представлено, можно посмотреть. Для каждой породы будут проведены свои особые состязания, там как по своим правилам. Я не знаю всех подробностей, мне тоже очень интересно, обязательно буду присутствовать. Чуть более минуты, время бежит. Обязательно нюанс нужно упомянуть. Регистрация, да, нужна? Да. Напомните, пожалуйста, чтобы... Мы приглашаем всех принять участие, поэтому на сайте нашего университета имеется баннер, можно зайти на сайт Вятского государственного агротехнологического университета, там есть баннер, вкладка, посвященная фестивалю «Вятский охотник и рыбак». Прямо на главной странице? Прямо на главной странице. Вы сразу же нажимаете на эту вкладку и переходите уже на информационный блок, и там есть... Все контакты, и мы индивидуально подходим к каждому участнику, индивидуально обговариваем все возможности его участия, какие он будет проводить мастер-классы, будет ли, как будет демонстрировать свою продукцию, ну и любые... Какая площадь необходима, вот, поэтому все уже в индивидуальном порядке дальше. Ну, я думаю, что время у вас еще будет, да, накануне фестиваля, мы еще будем напоминать и анонсировать, 29-е, 30-е июня и 1-го июля этого года, напомним, Всероссийский фестиваль «Вятский охотник-рыбак» при Вятском государственном агротехнологическом университете. Благодарим наших гостей и завершаем на эту нашу тему Елены Сембирских, Мария Шевнина и Вера Масленникова. Всего доброго. Спасибо, что пришли. Спасибо, спасибо. Всего доброго. Ждем на фестивале. В 13 часов и почти 32 минуты. Еще одна тема у нас в рамках программы «Дневной разворот». Хочу напомнить, что слушать нас можно не только непосредственно на частоте 101.0, но еще и трансляция всех наших программ, которые выходят в прямом эфире, осуществляется по ссылке, которую вы можете найти в телеграм-канале нашей радиостанции. Называется телеграм-канал «Кировград». Ищите в поисковике, подписывайтесь, если еще этого не сделали ранее. И еще одна тема, связанная у нас с празднованием юбилея художника Виктора Васнецова. Будем представлять наших гостей. Даша, я вижу, немножко отвлеклась. Я отвлеклась на Васнецова. Ты не поверишь, я потом озвучу просто проблему, которую мне пишут уже в процессе. Хорошо. Я представлю гостей нашей студии. Наталья Клементьева, научный секретарь Вятского художественного музея, кандидат к культурологии. Добрый день. Добрый день. Да, и Екатерина Ополева, научный сотрудник Вятского художественного музея. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть у нас 20 минут для того, чтобы подробно рассказать о вашей работе, какая череда событий, как будет отмечаться 175-летие со дня рождения Виктора Васнецова. Но я думаю, что еще и не только об этом успеем поговорить. Пожалуйста, давайте начнем. Екатерина Петровна. Да, Екатерина Петровна. Мы отмечаем 15 мая 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова. И посвящена этой дате выставка, которая называется «Виктор Васнецов. Точка притяжения А». Несколько загадочное название. Наверное, у многих слушателей возникнет вопрос, что же это за точку притяжения А. А дело в том, что мы решили показать произведение Виктора Михайловича Васнецова еще с работами художников усадьбы Абрамцева. Потому что усадьба Абрамцева в творчестве Васнецова сыграла значительную роль. И он тоже повлиял на художников Абрамцевского Содружества. И в этом году мы отмечаем не только 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича, но и 145 лет Абрамцевского кружка. И такой проект замечательный. То есть показать Абрамцева как творческую лабораторию роль Виктора Михайловича в творчестве художников Абрамцева. И рассказать еще раз о самом Викторе Михайловиче. Ну, давайте напомним, какие работы связаны именно с Абрамцевым. Ну, во-первых, это наша боярышня, которая висит в основной экспозиции. Это эскиз картины «Снегурочка». Дело в том, что Виктор Михайлович готовил декорации и эскизы костюмов к домашнему спектаклю «Снегурочка» по пьесе Островского, который ставился в доме Мамонтовых в Москве. А потом он же работал над спектаклем как театральный художник уже в опере частной Саввы Мамонтова «Снегурочка». И вот у нас как раз находится коллекция эскиз картины «Снегурочка» Виктора Васнецова. Ну, и еще другие работы мы тоже показываем Виктору Михайловичу из нашей коллекции, которая достаточно редко экспонируется на выставках. Например, первая работа, подаренная при создании музея, у нас Виктор Михайлович, это один из инициаторов Вятского художественного музея в 1910 году. И он подарил свою графическую работу, которая называется «Спаситель в Терновом венце». И он сказал, что если бы он еще кому-то подарил, то только Третьяковской галереи. Он предпочел это сделать вот… Какой уровень. Да, да. То есть эта работа, она… Да, сейчас она на выставке, можно прийти и полюбоваться замечательно. Так, графика Виктора Михайловича, большая работа, выполненная углем. Вот, и она при жизни Виктора Михайловича служила эскизом для художников, работающих с мозаиками, для создания икон техники мозаики. Возрастное ограничение не напомнили выставке? Ноль плюс, все могут приходить с детьми, тем более мы предлагаем приходить с детьми. У нас будет квест разработан, семейный квест и квест для детей по этой выставке. И опробован он впервые будет в музейную ночь, которая грядет как раз. Да, там будет экскурсия, арт-пауза по выставке. И вот, пожалуйста, для компаний, для взрослых, для детских, для совместных, семейных, можно будет выполнить задание квеста, пройтись по этой выставке и узнать еще больше или проверить то, что услышали на арт-паузе. Ну, если будет возможно, чуть позже, может быть, мы подробнее поговорим про ночь на музее. Да, тоже, наверное, Наталья Валерьевна. Да, проанонсируем. Так, далее переходим. Наталья Валерьевна. Ну, я продолжу, наверное, здесь разговор Катерины Петровны о наших выставках, потому что выставки у нас касаются собрания нашего музея, с одной стороны. А с другой стороны, одно из важнейших наших направлений – это показ в стенах музея творчества ведущих современных художников. И, в принципе, это тоже одна из задач, которая ставилась при открытии музея, чтобы музей был современным, чтобы там были работы современных художников. Ну, и повторяю, что мы показываем работы из собрания нашего музея. В основном здании в нашем проходит выставка «Большая». Виктор Глухов живопись – это московский современный художник, это представитель Московского Союза художников, народный художник России. То есть это человек, имеющий определенный статус, звание и уровень не только в общественной жизни, но и, безусловно, в художественном, в творческом таком начале. Мы давно дружим с этим Союзом благодаря нашим воснецовским пленэрам. И вот уже не первая выставка от Союза мы показываем. Здесь вот сам председатель решил показать свое творчество. Это для нас очень знаково и очень почетно. Инициатива от вас исходила непосредственно? Я думаю, что... Даже не думаю, скажу, что это такое обоюдное желание было. Потому что мы показали... Эдитала в воздухе, что называется. Да, то есть было показано две выставки у нас. Вот недавно завершилась усадьба и паркет, это Московского Союза. И в 21-м году показывали мир детства. И вот контактируя с этим Союзом, очень хорошим Союзом, очень открытым Союзом, мы решили, что вот, Виктор Александрович... Более того, скажу о том, что это человек, который нам подарил работы с этой выставки. Это очень ценный дар, именно дар. Потому что у музея существуют определенные проблемы к комплектованию. Пополнению фонда. Да, а вот такая возможность, это, конечно... Причем мы даже не просили. Мы, разве что, может быть, как-нибудь внутренне рассчитывали, что будет одна работа, а он говорит, вот шесть. Поэтому это очень ценно. Что за работы, небольшую характеристику? У Виктора Александровича таким лейтмотивом выставки идет тема, связанная с детством. Он пишет и своего внука, и детей своих знакомых. То есть для него детство – это такой мир, который наполнен искренностью, цветом, каким-то особенной красотой. И вот это желание поймать вот наши те воспоминания, состояния из детства, вот для него это очень ценно. Потом он живет недалеко от усадьбы Среднякова. Оно связано с именем Лермонтова, и поэтому там интересные очень пейзажи представлены на этой работе. Натюрморты очень хорошие. Поэтому и работы, они очень масштабные, большие, там, два с лишним метра. То есть это такое... Знаете, вы заходите в зал, и вас прямо обнимает эта живопись, вовлекает цветом, размером. И я рекомендую посещать эту выставку с семьей тоже. И в продолжение семейной темы, если позволите, я скажу о том, что у нас очень интересно работает сейчас выставочный зал в плане форм работы с аудиторией. И еще скажу о том, что мы идем навстречу нашим дорогим посетителям, которые, ну, я понимаю, что все очень любят наш музей и знают, что он очень хороший. И мы не всегда имеем возможность показывать наши произведения все, ну, вот, в силу ограниченности площадей. И вот они говорят, ну, вот как же так, вот современное искусство, XX век, вот хотим... Вот, пожалуйста, мы сделали выставку очень красивую, очень хорошую, из фондов нашего музея. Она называется «Выставка путешествий». То есть мы подобрали работы художников, когда они уезжали куда-либо, вот, на пленэр или в какие-то путешествия, и привозили оттуда свои живописные впечатления. И это с конца XIX века по XXI век, и поэтому вот такой большой охват идет. И там и страны нашего ближнего зарубежья, и там Армения, Грузия, Узбекистан, и Восток там есть, и Индия, например. Очень красивые работы самаркандские, Алексея Владимировича Исупова. И мы приглашаем на эту выставку не просто прийти посмотреть, а прийти с семьей. И сотрудниками выставочного зала сделаны, на мой взгляд, очень интересные форматы. Например, такой цикл под названием «Мама расскажет». А мы говорили об этом в нашем эфире неделю назад. У нас все там началось с ментальных карт, я помню. Да. Заплавали с Владимиром, приноси честно. Ну, я здесь не пойду в эту стихию. Не буду плавать в данном случае. Мы все не могли понять, как это так, выйти на разговор с самим собой, и рассматривая картину. Ну, этот формат немножко другой. Это, знаете, такая история, для меня, например, очень ценная, когда родители вместе с детьми приходят в музей, и кто-то помогает им смотреть эти работы, задавая вопросы, обсуждая, и детки и родители вместе присутствуют в этом разговоре. Это очень ценный опыт, потому что есть такое, да, когда приоритет занятия, детей оставили, ушли. Вот. А здесь это все происходит вместе, то есть это возможности дальше поговорить, дома, например. И у ребят есть возможность еще и поучаствовать в мастер-классе, ну, вот по итогам увиденного, услышанного. И еще форма, мы так пытаемся быть очень современными, откликаемся на запросы тоже молодежной аудитории. У нас такая экскурсия, мы ее между собой называем экскурсия на телефон. Суть ее в том, что такая интерактивная экскурсия, когда приходят к нам дети, наши сотрудники ведут рассказ, и в ходе рассказа даются задания различные, на творческие, или, например, даже воспользоваться телефоном, ответить на вопрос, найти что-то, какой-то факт, какое-то имя, какое-то там место, и вот продолжить разговор уже в рамках выставки. В общем, тот случай, когда телефон необходим. Необходим, да, да, да. Но мы учим его пользоваться правильно, в данном случае, вот для получения правильной, хорошей информации. Какие-то сейчас, возможно, еще форматы разрабатываются, что-то там задумываете? Ну, мы не останавливаемся, конечно. Мы вот сейчас ориентируемся, еще раз говорю, на семейную такую аудиторию, нам очень ценно это. Мы и лекции читаем, я вот могу анонсировать, 11 мая будет проходить лекция в художественном музее. Наверное, накануне Ночи музеев мы напомним такую историю, связанную с коллекцией и коллекционерами, потому что в наше собрание попадали работы в том числе из интересных очень коллекций. И вот мы сейчас занимаемся исследованием, какие-то имена появляются интересные, и это очень такой хороший рассказ, я думаю, будет. Кто, собственно, будет делиться информацией? Я. А, вы непосредственно будете. Возрастное ограничение тоже 0+, да? Я думаю, что... В принципе, 0+, но я думаю, что лучше, наверное, где-то 12+, потому что все-таки язык, подача, не все там. Насколько сейчас музей востребован? Вы говорите про семьи, да, в том числе активно идут жители нашего города. Я уже не говорила, я повторюсь, что к нам возвращается зритель. Слово «возвращается» здесь не случайно, потому что, ну, та же пандемия, которая, к сожалению, очень сильно ограничила возможность людей видеть искусство, ходить в учреждения культуры. Сейчас эта ситуация нормализуется, и народ возвращается к нам, и это очень ценно, и к нам приходит аудитория, не только наша традиционная аудитория, ну, я называю там школьники, например, да, которых водят на экскурсии в наш музей, люди старшего поколения, но и среднее поколение, которое, как правило, очень занятое поколение, там, дети, работа и так далее. И очень ценно, что они к нам приходят, и мы сейчас работаем над такой формой, как корпоративные мероприятия, экскурсии. И у нас уже такой запрос есть, то есть прямо вот собирают... Это сотрудники одной какой-то организации. Да, 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 да. А что изменилось? Ну, то есть почему вот эта возрастная прослойка пошла в музей? Что вы такого интересного сделали? Я, наверное, здесь несколько моментов отмечу. По наблюдениям, если позволите, личным таким, да. С одной стороны, да, проекты, которые интересны этому поколению и формы, плюс наше информационное сопровождение мероприятий, которые действительно играют роль, нас узнают. Я не говорю, что нас знают очень хорошо в городе, но нас узнают. И третий момент, это, наверное, то, что это поколение, которое, ну, может быть, хочет восполнить какие-то пробелы. Да, вот. Некогда возникшие, да? И оказавшись раз, например, на наших мероприятиях, это вот как некое хорошее сарафанное радио, транслирует это в общественность, и люди идут, и это очень ценно, конечно. Но опять же, это всегда уровень, и уровень выставок, и уровень наших мероприятий. А вот по поводу привлечения, да, вот этой же возрастной категории, как вы правильно отметили, работа, семья, дети. И я не знаю, насколько вот меняется сейчас, да, восприятие детей вообще в общественном каком-то пространстве, да, ну, то есть долгие годы, ну, к ребёнку в музее, скажем так, положительно-то мало кто относился. То есть это обычно так. Не трогай, не ходи. Нет, ну, это в том плане, что вот у тебя родился ребёнок, сиди с ним дома, не нужно его таскать и нарушать там покой людей, которые пришли в музей насладиться прекрасным. Вот здесь насколько удаётся совмещать вот тех, кто вечно недоволен тем, что где-то тут ходят дети, и к тому, что... А вообще-то, когда ещё приобщать к искусству, если не с детства? Вы знаете, вот говоря о наших мероприятиях для детей, мы в том числе ведь и прививаем определённый музейный этикет. Ну, да, действительно, нельзя трогать руками. Ну, да, действительно, нельзя бегать и шуметь. Это определённая модель поведения, которая существует в этом учреждении, и она имеет право на существование. Точно так же, как если я к вам сейчас, например, начну близко подходить, трогать вас без разрешения. Вам же тоже это не понравится. Ну, у каждого из нас есть своя зона комфорта. Детей – это такая модель поведения, и мы принимаем это правило игры и существуем в этом пространстве. Что касается детей и молодёжи, у нас очень интересно, ведь если вы не следите за нами, очень интересные есть проекты для молодёжи, например, «Пять минут до закрытия», когда молодёжь высказывала своё мнение о том, что бы она хотела видеть в музее. У нас есть очень-очень хороший проект, уже не первый год реализуется. Это музей глазами детей. То есть когда школьники к нам приходят на выставки, они сами выбирают произведения искусства. Мы им не навязываем эти вещи. Они сами пишут тексты про эти работы. Мы, естественно, там профессиональную терминологию правим, там, может быть, какие-то разговоры ведём по поводу смыслов таких совместных, и получается такой интересный комментарий именно молодёжи. У нас есть амбассадоры пушкинской карты, которые приходят на все мероприятия и рассказывают о нашем музее. Я очень люблю молодёжь, очень люблю детей, и, мне кажется, всё очень гармонично у нас существует в нашем музее в этом вопросе. Ну, подстраиваться приходится. Естественно. Ну, а слушайте, это ведь, по-моему, нормальная такая ситуация. Подстроиться. Может, Катерина Петровна что-то добавит? Да, я тоже очень люблю детей в музее. Это моя самая-самая любимая аудитория. Вот как раз июнь, июль, это просто у нас горячее время, потому что к нам приходят на экскурсии. Летние каникулы, да. Летние лагеря городские, поэтому мы приглашаем в том числе на выставку «Виктор Воснецов в точку притяжения А», потому что она будет работать до 6 августа. Вот так что можно приходить и послушать короткую экскурсию, потом поиграть в квест. И вот все это, затачивается вот эта программа как раз под детей, под эту аудиторию. Про ночь успеев музеев поговорим? Да, только можно я сначала вот такой-то вопрос с Воснецовым беспокоит? Ну, меня не беспокоит, я, к сожалению или к счастью, об этом даже не знала. Вот слушатель из Лапьяла пишет нам. Если набрать в гугле село Лапьял, это родина Виктора Воснецова, то он выдает вот такую картинку. Там фотография Краеведческого музея. Зрелище так себе. Это местный Краеведческий музей имени Воснецова. Он работает, но музей практически не финансируется, обваливается крыльцо, и его заколотили, чтобы никто туда не забрался и не пострадал. Не знаем, относится ли к ведению художественного музея Лапьяльский музей, но, возможно, в областном центре хотят обратить внимание на те места в регионе, которые связаны с именем Воснецова. Ну, мне кажется, это вопрос все-таки к руководству региона, в первую очередь, наверное. Ну, и тут слушатели, видимо, имеют в виду, что если у вас есть возможность, обратите внимание, возможно, областных властей или еще кого-то на вот эту проблему, на то, что и в Кировской области есть места, которые связаны с именем Виктора Воснецова, то, возможно, получится и там что-то поправить. Ну, даже ошейт, например, да, если вспоминать и так далее. Ну, это такая, да, отдельная такая серьезная тема для обсуждения. Ночь музеев. Да. Готовитесь уже? Формируете программу, безусловно? Конечно. У нас сформирована программа. Ночь музеев. Ну, официальный день музеев – это 18 мая, а ночь музеев нынче будет 20 мая. Это суббота. Ну, тоже понятно, по каким причинам. И да, у нас работают три площадки. Наш основное здание – выставочный зал и дом музея Хохрякова. И каждая из этих площадок приглашает на свои мероприятия разные форматы. Там есть и мастер-классы очень интересные. Мы сейчас активно занимаемся изучением нашей коллекции дымковской игрушки. Вот. И мастер-классы в основном здании будут интересно связаны с созданием открытки дымковской. То есть смотрите, что у вас есть вообще, да, из дымки. Конечно, да, да, да. И изучаем активно. Концерты коллективы к нам будут приходить. Арт-паузы. Катерина Петровна тоже уже озвучивала, что будут у нас арт-паузы по выставкам. Есть возможность за такую льготную стоимость посетить сразу, например, три выставки в основном здании. Это вот и выставка Виктора Васнецова «Точка притяжения А» и Виктора Александровича Глухов и «Дымковская игрушка». То есть по одной стоимости можно посетить три выставки. Точно так же, как в выставочном зале, по одной стоимости можно посетить две выставки. У нас там откроется очень хорошая тоже выставка из наших фондов, «Куда уходит детство». Удивительно совершенно работает. Ностальгировать, в общем, приглашаете. Ну, кто-то повспоминает, да, да, да. И можно посетить и посмотреть. Дом музея Хохорякова всегда очень активно работает в такой интерактивной форме. Там и авторские экскурсии будут по усадьбе, и мастер-классы. То есть программа такая очень насыщенная. На сайте у нас вся программа будет. Это можно узнать в подробностях. В саму вот ночь музея, да, во сколько музей откроется? Значит, смотрите, у нас выставочный зал и основное здание. Начало ночи музея в 5 часов, в 17.00, заканчивается в 22, но на вход мы закрываемся в половине, 10-го, 21-30. Я помню, ну, вот еще до пандемии, гадайте, безумные очереди в главное здание. Да, формат такой, прям набиравший популярность ежегодно, да? Вы тоже это заметили. Даже в пандемии у нас, когда проводилась ночь музея, в тот вот год, когда уже был открыт музей, тоже был аншлаг, поэтому... Да, это и приятно, вот, но хочется, чтобы... Возрастное ограничение не напомнили опять. Ноль плюс? Ноль плюс тоже, да. Ноль плюс, да, конечно, ноль плюс. С всей семьей, пожалуйста, приходите. Дом музея Харькова с 3 часов, с 15.00 будет работать до 9 вечера. То есть там немножко по-другому не существует в формате. Как вообще, вот, по крайней мере, главное здание, да, справляетесь с таким наплывом посетителей? Потому что когда людей очень много, они ведь могут что-то где-то и задеть, и вот, мне кажется, для работников очень нервное время вот эти часы. Ну, не нервное, переживательное время, потому что мы всегда беспокоимся о сохранности наших экспонатов, предупреждаем наших посетителей о том, чтобы они были внимательны, аккуратны, вот. И нам помогают волонтеры, которые к нам приходят, и отчасти играют такую роль именно смотрителей, и они понимают, насколько это сложно, подрастающее поколение, уследить за всеми. Вот, ну, у нас уже не первый год, поэтому мы уже знаем все нюансы. Ну, такая встряска такая, да? Да, 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 да. В ночь музеев. Еще можем успеть, да, о каких-то планах грядущих рассказать? Если есть такая возможность, то почему бы и не воспользоваться, проанонсировать еще мероприятия? Ну, я напоминаю, что у нас вот в июне месяце мы активно сотрудничаем с нашими детскими аудиториями, и там у нас будут тоже... Вот, кстати, из форматов новых, которые мы в июне, я думаю, запустим, более активно, это наши песочные истории, тоже, да, да, сказка. В выставочном зале тоже этот формат будет проходить, когда, значит, создается на глазах детей песочная такая история на экране, они подключаются, там, отвечают на вопросы, какие-то там моменты, сами озвучивают, а потом в конце встречи есть возможность этим песочком вот как раз поиграть, посмотреть, попробовать порисовать. Это всегда очень увлекательно. Детям очень нравятся эти тактильные тоже ощущения, все их впечатления замечательные. То есть вот этот формат тоже у нас новый. Позавчера мы, да, недалечу, как беседовали, да, с специалистом, да, представителем театра на песке. На песке, так он называется, да. История такая, набирающая популярность, да. Вот, поэтому форматы мы ищем. И я напоминаю, например, что в Доме музея Хохрякова у нас 3 июня заканчивается очень такая хорошая, камерная, добрая выставка. Зинаида Бушкова – это керамист очень хороший, мастер. До 3 июня эта выставка, поэтому приглашаем. И там откроется небольшая выставка, связанная с именем Алексея Владимировича Исупова, нашего авиатского художника, ученика Николая Николаевича Хохрякова. То есть у нас год идет наставничество. И мы вот в этом формате эту выставку покажем. И она будет очень такой красивой и камерной. Мероприятиями тоже будет сопровождаться. Вернемся к тому, с чего начинали. Виктор Васнецов, точка притяжения А, выставка, о которой Екатерина Петровна рассказывала. Еще какие-то мероприятия будут приурочены к круглой дате? Возможно, за плетелами площадки музея. Не буду сразу выдавать все наши планы. Пусть они останутся сюрпризом. Но будут кураторские экскурсии. И будет как раз к дню рождения Виктора Михайловича приурочена экскурсия прямой эфир. Что это значит? Полчасовая. То есть в прямом эфире будет идти экскурсия в ВКонтакте, в соцсети. А, ясно. Можно будет подключиться и просто прогуляться с куратором выставки по выставке. И послушать эту экскурсию на полчаса. Вспомнить пандемию. А у нас мы разные форматы применяем. У нас есть онлайн, онлайн применяются. Я так понимаю, вы такой бесценный опыт получили во время пандемии по поводу этих онлайн мероприятий. У нас даже Ночь музеев тогда проходила онлайн. И потом были форматы оффлайн и онлайн для Ночи музеев. Поэтому адаптация проходила просто. Вы знаете, как бы-то говорят, не было бы счастья, но несчастье помогло. То есть вот те формы, которые мы как-то откладывали. Ну, когда-нибудь, может быть, мы начнем это делать. Руки дойдут. Да, вот буквально завтра начнем. И ситуация, она очень сильно простимулировала эти формы. И сейчас мы уже не представляем свое существование без онлайн форматов. И в Ночь музеев, кстати, у нас параллельно будет тоже идти такая онлайн программа, связанная с небольшими рассказами об экспозиции, анонсами, какими-то играми там в онлайн формате. Поэтому это бесценный действительно опыт, очень важный. И я думаю, что мы это делаем на очень хорошем таком уровне сейчас. И можем даже делиться ими. Завершаем. Выставка с 8 апреля по 6 августа. Наталья Клементьева и Екатерина Ополева были у нас в гостях. Спасибо, всего доброго. Удачи всем и хорошего дня, продолжения дня. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое, до свидания. До свидания. До свидания.